Республиканское министерство внутренних дел констатирует, что в последнее время в Хакасии увеличивается число людей, не имеющих никакой крыши над головой. Статистики умудрились посчитать всех наркоманов планеты. Число же бомжей нашего города, а тем более республики, неизвестно никому. Последние 10 лет серьезно бродяжками никто не занимался. В середине 80-х, закончив борьбу с зеленым змеем, чиновники браво отрапортовали. Пьянства нет, а значит бродяг и попрошайок тем более. Единственный имевшийся в Абакане приемник распределитель закрыли. Сейчас с последствиями перестроечных решений пытается разобраться МВД. Ну открывались, можно сказать, сложно, потому что финансировали недостаточно, не хватает. Мы от местного бюджета, то есть поступлений денег нету. Поэтому всякими путями, правдами и неправдами, и своими силами, силами других работников, значит, запустили этот приемник распределитель. Открыли. Кроме прочих бед, пасынки нынешней жизни все сплошь больные. Педикулез, то есть вшивость, самая легкая из того, что они на себе таскают, не говоря о струбьях, сифилисе, туберкулезе. Кого только не встретишь среди опустившихся людей без возраста. Лейтенант-танкист, бравший кабул, заслуженная учительница, бывший музыкант. В последнее время и без статистики ясно. Бродяжками становятся все больше женщин и детей. Кстати, один раз их уже пытались поднять со дна жизни. Проэкспериментировав в начале 80-х годов, некоторым из них дали квартиры, трудоустроили, вылечили. Затем, проследив за их судьбами, установили, что практически все они вернулись в прежнюю среду обитания. Итак, по заданию президента, Дума готовит отдельный закон про бомжей. Зная либеральный характер нынешних законодателей, можно не сомневаться. За 101-й километр людей без определенного места жительства никто не отправит. Но и денег на их социальную адаптацию тоже никто, естественно, не даст. Значит, все останется по-прежнему. Наше следующее сообщение в большей степени порадует автомобилистов-любителей. Теперь, подъезжая к Сайногорску, вы можете поймать волну, на которой работает новое радио «Сибирь». Виктория Чуприна и Дмитрий Кузнецов из Сайногорска. Вчера в Сайногорске объявилось новое радио по имени «Сибирь». Отныне местные меломаны, и не только они, более 20 часов ежедневно смогут смаковать самые классные музыкальные штучки отечественного и импортного производства. Новоиспеченные радищики абсолютно убедительно заверяют, что на частоте 70,01 МГц будут звучать даже такие западные песенки, которые на слуху у большинства россиян появятся только через 3-4 месяца. А планы у нового радио прямо-таки наполеоновские. На сегодняшний момент мы делаем информационную программу новостей. Эта программа интересна будет, я думаю, всем. А в дальнейшем мы планируем делать различные молодежные программы, которые будут очень интересны. В дамский клуб у нас планируется программа для девушек. Я думаю, юношам тоже не мешает послушать всякие различные советы. Затем программа для автолюбителей. Так как приемник позволяет ловить радио в автомобиле, им будет очень интересно послушать всякие различные советы. Всего в диапазон УКВ планируется внедрить около шести авторских программ. Причем главные их условия – радио «Все возрасты покорны» и минимум назиданий. Радио «Семьи» – радио, которое ждали. Пока что качество звука и мастерство диджеев проверяются на ушах жителей Саеновгольска, близлежащих поселков, а также Шушенского. Однако молодые радищики уверены, что это только первые шаги на большом пути. В тихом уютном местечке, недалеко от Абакана, прямо под чистым небом, раскинули они свои палатки. Цыгане говорят, что все в фильмах о них правда, что есть она – цыганская сказка о дикой страсти. А оказалось, женятся они не по любви. Нас приехали за 10 тысяч километров, понравилась девчонка. Так, понравилась и берут замуж ее. Там дают колым 100 миллионов, 200 миллионов дают. Так уж повелось у них издавна. Заплатил колым – женись. Какая уж там сказка, скорее рыночные взаимоотношения. Все остальное тоже мало напоминает сказку. Раньше воровали лошадей. Воровали раньше лошадей и качевали. А теперь невыгодно. Кому охота за лошадь сидеть. Молодые цыганки гадать не умеют. Да и с надобья травы уже не применяют. Лечатся в больницах, рожают в роддомах. Верят в единого Бога Иисуса Христа и мечтают о мире. Что у нас не хватает на свете? Все хватает. Только спокойно, чтобы жили люди. Вот это самое главное. Чтобы люди людей не убивали, не воевали. Вот это самое главное. Нет с ними даже пресловутой гитары. А значит, нет и песен, плясок при кострах. Но они уверены, что вокруг романтика, сказка. Ведь впереди их ждет дорога. Как вы помните, в конце августа в Хакасии работала группа представителей японских общественных организаций и правительства Японии, которая занималась тем, что поднимала и готовила к перезахоронению останки японских военнопленных, умерших в располагавшихся у нас в Хакасии лагерях для военнопленных в 45-46-м годах. И вот не так давно в адрес председателя Республиканской ассоциации жертв политических репрессий Николая Абдина поступило письмо со словами благодарности за то, что усилиями этой организации и при содействии правительства Республики Хакасия японской стороне удалось подготовить к эксгумации, эксгумировать и в соответствии с национальной традицией придать огню останки своих соотечественников. Письмо было направлено руководством Ассоциации международного сотрудничества «Военные мемориалы». Ну, в принципе, сам факт отправления этого письма, наверное, не нужно расценивать как нечто большее, чем акт простой вежливости. Но то, что общественные организации нашей Республики все активнее вовлекаются в международное сотрудничество, в том числе и на правительственном уровне, нужно, наверное, только приветствовать. Мы сочли все это достаточным основанием для того, чтобы обратиться к специальному репортажу нашей программы о работе японской делегации в Хакасии, которую в середине августа привез из Асткистского района наш специальный корреспондент Михаил Валов. Немцы-то напали. А если так, ведь на японцев-то мы пошли. Не они, а на нас. Капитуляцией Японии в августе 45-го года закончилась война. Осенью тысячи пленных японских самураев были отправлены в бесчисленные лагеря Снежной Сибири. Один такой лагерь располагался в 30 километрах от Абакана, неподалеку от поселка с неземным названием Райков. Ну, зимой, конечно, мне холодно было. Они от мороза в основном выполнены? Особенно в 45-й год было, в 42-43 суды их привезут, а вот здесь сейчас открытые дома живут, здесь конторы, они набьются, ожидаются к огню. И гоняли оттуда. Их же, наверное, человек 500-600 было. Их 6 человек приходило сюда продукты грузить. Машины ходили, они здесь дежурли разгружать. Здесь порядки в складах на воде сейчас привезут, все они складывали. Через год, в начале 47-го, японцев по соглашению правительств отправили на родину. 121 самурай остался лежать в чужой земле. Ровно 50 лет назад на этом самом месте были похоронены японские военнопленные, захваченные в плен в Великую Отечественную войну. Этим августом Хакасио из Токио прилетела делегация Ассоциации родственников. Здесь вот сейчас мы проводим эксигмацию как больше войнопленных, японских войнопленных. Здесь захоронены 121 человек и сейчас наше японское правительство ведет эксигмацию. Перед кремацией останки каждого самурая очищаются от грязи и косточка к косточке собираются в некие постаменты, которые выстраиваются в длинную шеренгу. Подготовка к сожжению проходит молча и неторопливо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, что осталось, бережно укладывается в исключительные белизны мешочки, затем в привезенные из Японии коробки, которые готовят к отправке на родину в семейные склепы. Для безродных в Токио есть специальная стена, где по нейшим хранятся останки японских солдат. Они с уважением относятся к своему прошлому, к своей истории, хоть это была и бесславная история, но по России очень много останков и на Беларуси, и на Украине остались наши воины, которые действительно заслужили, принесли победу нашей России, Советскому Союзу в частности. И мы, наше государство в частности, относится безобразно к памяти наших воинов. Всего в 1946 году в лагерях Хакасии побывало около 10 тысяч японских военнопленных. 707 из них не выжили. Такая легенда была, не знаю, насколько правда, потому что у матери на квартире, ну, она русская или украинка, ну, врачом в зоне работала. Она сопровождала их до самого востока. И как, говорит, на корабль на их посадили, и мы, говорит, что не успели с востока выехать, сообщили, что их потопили. Вот это я слыхал. А кто потопил? Японцы. Не должны, говорит, они в плен были сдаваться. Вот такие они, японцы. Бесконечные патриоты, хорошие работяги, суровые войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова